Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об осознанности. Что же это такое? Что же это такое? Попробуем посмотреть в корень, где есть социальное заблуждение, недоговорки и как это отражается на нашей жизни. Если открыть Википедию, мы можем прочесть. Осознанность, понятие в современной психологии, определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или о будущем. Это способность сознания к интроспекции собственной деятельности. Такое определение осознанности подразумевает, что субъективные переживания могут восприниматься самим субъектом непосредственно, без концептуализации и принимаются как таковые. В принципе, на этом определении сидит вся йога, симарон и так далее, когда целью становится отключиться от мира, от переживаний, от мира внешнего, сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас, вот на этой картине реальности, которая только в моменте здесь и сейчас имеет и картинку, и киноэстетические ощущения, и аудиальные каналы. То есть все каналы у нас работают вот в этом только моменте здесь и сейчас. Всё остальное есть мысль. И если на этом сконцентрироваться и жить только в этой концентрации, то предполагается, что человек будет осознан. На самом деле, вот в моменте здесь и сейчас, здесь есть и правда, и ложь, всё как всегда через «и». В моменте здесь и сейчас человек, если он действительно находится вне каких-то концептуальных вещей, и у него останавливается внутренний диалог, и он просто сосредоточен на этом моменте, у него может включаться определённый энергообмен. Энергия, как всегда, содержит информацию, и у него получаются какие-то информационные наполнения. Но тогда так или иначе уже нужна программа ума, а если она отключена, то всё это проходит мимо. И как бы человек в моменте здесь и сейчас находится в состоянии «аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа они великолепно преподают это дело, и за 4 дня нету человека, кого бы не вставил, и кто бы не пережил эти ощущения. То есть не надо сидеть у баба долго. Есть профессионалы сегодня в этой теме, и эти профессионалы работают просто офигенно. Сейчас в Минске проходит такой семинар, на самом деле вставляют всех. Одно дело вставляет, и это вне концепции, вне религии, вне учений, вне, вне, вне. А дальше, вот когда тебя уже вставляют, раз вставляет, два вставляет, десять вставляет, приходит вопрос. Ведь я-то играю, я однозначно понимаю, что эта картина мира каждый момент, здесь и сейчас, строится в моей голове. Более того, при определенных техниках мы можем прожить перезагрузку и увидеть, как она строится. И вот когда ты уже это осознаешь, как она строится, ты понимаешь, а почему строится эта картина, а не другая? Ведь я же могу выбрать какую-то другую. Начинаются вопросы, опять-таки мы вернемся все равно к гипнозу, к измененным состояниям сознания, глубинным, да? Потому что в Семароне это тоже об этом же, об этих же состояниях, внутренних состояниях сознания человека, когда возможно наблюдать, как складывается картина реальности, когда возможно наблюдать, как все это происходит и проживать это на собственном опыте, в моменте здесь и сейчас. Это чудесные техники. Но следующий шаг, когда задаешься вопросом, как же я могу все-таки изменить, вот мне не нравится сегодня какая-то картинка реальности, да? Мне не нравится она, я хочу другую. Ведь на самом деле на многие такие семинары человек приходит, даже уже заговариваясь, человек приходит, а почему? Потому что ему больно. А почему ему больно? Потому что у нашей психики и у нашего тела нет другого механизма, как вернуть человека из внешнего включения во внутреннее, для того, чтобы он все-таки осознал, что он пришел играть в свою игру, только через боль. Только через боль, господа. И неважно, эта боль будет в ДТП, от онкологии, или еще от чего-то, да? Или от того, что уходит любимый муж, или еще, еще, еще. Это будет боль. Боль может быть физическая, душевная, духовная, но в любом случае это будет боль. Механизм боли в нас прошит для того, чтобы вернуть человека из внешнего во внутреннее. Это его основная функциональная задача. И уже следующая задача – это обеспечение безопасности физического тела, и так далее, и так далее. От кого защищать это тело? От своего бессознательного, которое играет? Основная функция – это умение вернуться вовнутрь себя, для того, чтобы оглянуться и посмотреть, так что же я делаю в этом мире. Если взять сейчас последние научные все-таки данные, как устроен наш мозг, то четко есть уже концепции, которые говорят. Нет двух одинаковых мозгов у людей, которые пришли сюда. Все мы пришли индивидуальными. И все мы пришли сюда играть с определенным замыслом. Еще у нас нет физического тела, если глубоко войти в состояние души, в этих измененных состояниях сознания, соединиться с душой. Первое – еще нет физического тела, еще нет программы ума, еще нет эго личностных характеристик, а уже есть замысел, с которым душа будет собирать вот этот автомобиль для себя, в котором она будет играть. И получается, что человек приходит с замыслом, у него уже отснят фильм, по которому он будет играть. Все эти моменты здесь и сейчас уже в этом фильме. Но нам надо заменить какие-то картины в этом фильме, если мы считаем нужным. А иногда этим считает нужным заняться кто-то другой. И тогда он подвигает нас и пользуется нашим автомобилем, мы сдаем его в аренду. И тогда мы не выполняем свой замысел, когда мы сдали автомобиль в аренду. Вы посмотрите, сколько сейчас манипулятивных только техник. Когда человеком управляют, и он вообще не осознает, что он делает. Но в таком случае наступает критический момент, когда он все время во внешнем, во внешнем, во внешнем, автомобиль все время в аренде, в аренде, в аренде, а назад, назад хозяин забрать его не может. И в какой-то он момент говорит, ладно, меняй автомобиль. Если он чужой, то пускай он уже там и будет. И у человека включается болезнь, проблема, ДТП, еще что-то. Идет смена. Но если человек идет в соответствии с замыслом и играет синхронно со своей душой, слышит ее, тогда у него все нормально. Так вот этот коннект, когда вот эта ходилка-стрелялка, которая есть мы как тело, слышит управляющего своего, не программу ума, а управляющего своего, вот этот вот коннект я бы назвала осознанностью. И он возможен, он идет через момент здесь и сейчас, в этом правда, да? И он возможен длительное время, практически бесконечное время в нем пребывать, потому что моментов здесь и сейчас бесконечное количество. И тогда режим программы ума меняется на режим дешифрации информации, а не на режим включения во внешнюю игру. И тогда возникает следующий вопрос, а как же создавать ту реальность, оптимальную для моей игры, чтобы я еще ловила кайф от этой игры. И здесь возникают уже другие вопросы, другие моменты, связанные с изучением и с познанием себя, потому что ничего кроме тела у нас нет. И все психические настройки нашего игрового механизма, они находятся в теле. Знаете, это как кнопочки разные в автомобиле. Вот этот стеклоподъемничек, вот этот, вот этот, вот этот. Очень классно сравнивать с автомобилем, потому что у нас примерно так же. Только у нас вот эти кнопочки, они представляют собой не третий глаз во лбу, да? Они представляют определенные чувственные механизмы, когда ты в определенных состояниях погружения в свой внутренний мир, в своих внутренних состояниях, ты их учишься калибровать, и в этом состоянии информация будет объективна, в этом состоянии вот идет это влияние, в этом состоянии вот это. Вот здесь я чуть-чуть вот так посмотрю, сосредоточу свое внимание, потому что механизм внимания у нас ключевой, для того, чтобы рисовалась картина реальности. И тогда у меня получится вот такие изменения. А вот здесь механизм веры дополнительно добавляет, и вот это происходит. А вот здесь у меня включаются настроечные параметры совести, которые мне внутри надо откорректировать, для того, чтобы вот это работало так и так. Это сложная задача, но на самом деле они подвластны нашему сознанию, потому что в данном случае мы просто разбираемся с теми кнопочками, которые уже заложены в панели приборов нашего автомобиля. Они все перед нами есть, мы можем просто их нажимать, но мы почему-то их не нажимаем. И тогда у нас получается, что нажимающие – это наша душа, наша душа, которую мы способны слышать. Вот это есть осознанность, вот этот прямой коннект с самим собой. По сути, с самим собой. Вот как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева.